В прошлой серии участники начали осваивать профессии знаменитости. Олег заговорил на английском, а Влад теперь певец-продавец. А прямо сейчас мы узнаем, как справятся со своей работой Серёжа, Даня и Кирилл. Буду забыл, будто бы я по-другому не жил, вами делиться, как не былиться, вторая книга на полке пылится, может нам сниться, мы продолжаем кружиться. Грузчика заказывали? Ну что, ребята, летс гоу, работаем. Начинаю я разгружать машину. Господи, почему мне достаться именно Эльф-профессия? Почему я не учитель английского? Безумно тяжёлые мешки, канистры, они даже, наверное, весят больше, чем я. Господи, вот это было сложная работа у Димы Билана. Зачем он так работал? Я Диму Билана проклинал всё время, пока работал. Всё-таки я понимаю, что творчество это моё. Я прямо зауважал грузчиков, вы не представляете, какая-то тяжёлая работа, работает так целый день, и хотягать эти мешки, какие-то тяжёлые предметы, это довольно-таки очень сложно. В какой-то момент я подумал, слава богу, я не разгружал фортепиано. Учитесь, ребята мои, в школе, учитесь. У меня уже всё болит, я уже полностью устал. Ну что, весь груз я на своей точке разгрузил. Наконец-то моя работа закончилась, и я с ней справился хорошо. Если вам нужна помощь, что-то разгрузить-загрузить, вы знаете, к кому обращаться. Всем пока. До встречи в выпуске. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Очень долго ждал своего первого клиента, отчаялся, думал уже никто не придёт. Неужели? Первый клиент, он дал мне поработать, начал набирать очень много товаров. Потом он начал заказывать ещё товары, и я вновь принялся за упаковку. Итак, теперь мы делаем что-то, что когда-то уже сделал Снобду. Может, я даже дорасту до его ура. Мы берём пакет, обукновим зелёный пакет, запакован у него весь товар. Товар запакован, пакет отдал, а работа сделана. Ну что ж, к счастью, абсолютно несложная работа, Снобдог особо не напрягался. К счастью, мне очень повезло, это было не столь сложно, как и у других ребят. Я думаю, мне понравилось, если уж нужны будут подработки, буду работать как невменяемый, будто не было. Репетировать и готовиться к нашему сольному концерту мне более по душе, так как что я полетел в нашу цель. А вам всем желаю удачи, переходим к следующему работнику. Это ты, на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать, эй, йоу, все, кто с нами за месяц, ты и сайт, бэр, достроен, как всё равно на месте, файл. Здрасте. Здравствуйте. А, о, кончева. Кончева. Слышите. Я ожидала увидеть другую женщину, натурщицу, которая лежит вот так в позе, а я её рисую. Но, как оказалось, это не то. Нахожу я в такой студии, а там какой-то сидит японец, рисует какие-то эреглифы от кожи. А он начинает говорить на каком-то языке, непонятно мне. Сейчас, буквально за несколько минут, ты станешь великим мастером. Тебе откроются новые таланты. Ты начнёшь петь, танцевать, возможно, заговоришь по-японски. В принципе, мне понравилось. Там нужно, там, как его эреглифторисовать, там, это, нет, вот так, потом вот так. Короче, классно было, мне понравилось. Знаете, я чувствую этот прилив сил, меня наполняют эмоции. Знаете, я, наверное, спою на японском. Это я сейчас почитала рэп с Биг Шака на японском. Напишите в комментарии, если вы что-то поняли. Какой ты молодец, я горжусь тобой. Ты самый лучший из всех моих учеников. Теперь я сам стал учителем. Это ты, на месте не сиди, это сайт. И мы продолжаем качать. Эй, йоу, все, кто с нами за месяц. Ди, сайт, бэд, устроим кашу, ровно вместе. Вау! После того, как все выполнили свое задание, мы все вместе встретились в своей любимой Decident Studio. Всем привет! Привет, Алёна! Привет, Decident! Ну, вы такие уставшие, как будто все гребрущиками работали. Входим к нам Алену, я увидел у нее в руках конвертик. Было очень интересно, что там такое за задание. С этим всем хорошо справились. У меня есть вот такой конвертик. Вы уже привыкли, да, к тому, что у нас в каждом конверте всегда какое-то задание. Маши предположения, что здесь может быть. Следующее ваше задание. По сложности идут. Я думаю, следующее задание будет что-то убийственное. С летальным исходом, примерно, для одного из участников. Итак, в первой серии было одно задание на всех. Сейчас каждому индивидуально. Что, сейчас будет несколько заданий каждому? Развеем ваше предположение, можете смотреть. Так, что-то мягкое. Что там? Да открывай ее. Там ничего нет. Кирилл, не томи. Кирилл, давай, говори уже. Там ничего нет. Деньги, значит, эти деньги вы можете потратить на себя. Вау, раньше всегда в конвертах были какие-то задания, там, а сейчас гроши, это круто. Знаете, сколько у нас денег? Десять тысяч. Десять тысяч. У нас есть целых десять тысяч. У нас десять тысяч гривен. Десять тысяч. Я очень сильно хочу их уже всех потратить. Эй, парни, вот что я нашел в кармане. На что мы их потратим? Вы увидите в следующей серии. Всем бай-бай. Йоу. Это тюм, на месте не сиди, это сайт, и мы продолжаем качать. Эй, йоу, все, кто с нами за месяц, ты и сайт будет устроить кашель на родном месте. Вау. Мы близких погибели. Это уже очень, очень ближе. Мои кишки телепались, они телепались, мои кишки. Ууу. Десять тысяч. Тут десяточка. Значит, мы должны как-то, как-то, вот, хорошо ее потратить, чтобы... Сначала мы кушаем, вот, отвечаем. Есть? Есть? Нет. Я просто хочу сейчас попасть, знаете, в какую-то бездну провалиться. Это очень больно, все. Это ужасно. Есть. Мы продолжаем кружиться. Спасибо. 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 Спасибо.